Наш турнир подходит к концу, и сейчас самое время для приятной части. Она будет состоять из двух элементов. Это сейчас торжественное закрытие, а потом фуршет, банкет. Самое приятное. Да, самое приятное. То есть мы на самом деле сохранили традиции, которые начинали еще 25 лет назад. Так, ну что, я хотел бы представить члена форкомитета. Меня зовут, дорогие друзья, Тимур Санкин, президент Московской Федерации войцы. И позвольте мне представить члена форкомитета. Это советник-посланник по культуре, посвойства КНР в России, госпожа Гун Тиа Тиа. АПЛОДИСМЕНТЫ Вице-президент Российской Федерации войцы Владимир Ильич Горжалсан. АПЛОДИСМЕНТЫ Генеральный директор Китайской международной инвестиционной корпорации Хуамин, господин Ли Чжен. АПЛОДИСМЕНТЫ И главный судья нашего соревнования, Михаил Юрьевич Каймин. АПЛОДИСМЕНТЫ И церемонию открытия мы начнем с приветственного слова, госпожа Гун. Приглашаем вас. АПЛОДИСМЕНТЫ Все участники нашего турнира, дорогие друзья, добрый вечер. А теперь у меня в руках это поздравительное письмо от имени нашего посла. И разрешите мне прочитать. Для вас. Все участники турнира, дорогие господа, дорогие друзья, добрый вечер. По случаю с открытием кухня возраста Китая ПАВЭЦИ в 2022 году от имени посолства Китайской народной республики Российской Федерации, и от себя лично, сердечно поздравляю победителей турнира и всех участников. Также выражаю искреннюю благодарность судьям и организаторам соревнования. Этот кубок посла Китая ПАВЭЦИ является очищатым юбилейным соревнованием. Проводимым посолством Китая в России и совместно с Российской Федерацией ПАВЭЦИ совпадает с годом российско-китайского сотрудничества в области физкультуры и спорта, объявлены главными двух государств. Он несет особое памятное значение. И все гроти с этого дня демонстрировали свое превосходное искусство игры. Победа вас, безусловно, радует, но по поражению также радует, так как благодаря этой игре нажигается дружба. Пользуясь этим случаем, я также хочу поблагодарить всем коллегам Российской Федерации ПАВЭЦИ и Московской Федерации ПАВЭЦИ за их прекрасную организационную работу турнира и приложенные ими усилия по распространению китайской культуры ПАВЭЦИ в России. В последние годы под кратическим руководством предсчитательности Кимпина и предсчитательности Путина китайско-российской отношения поступили в новую эпоху. Обе стороны мертвопризируются концепцией дружбы, китающейся из поколения в поколение. И взаимовыгодного сотрудничества непрерывно подвигают обменные сотрудничества в различных сферах на врагах народов, что поистанно образцом отношения между крупнейшими странами мира. Посольство Китая в России всегда будет уделять внимание и оказывать и потешиву, продвижению и распространению лети в России. Мы верим, что в конце это соревнование будет набирать все очень популярности и узнаваемости. Мы надеемся, что все поклонники в России не только оценят бесконечную привлекательность этой интеллектуальной игры, но и оценят красоту и большинство китайской культуры. Еще раз поздравляю всех победителей и участников за соревнования Губкова Цена Китая по УИСИ в 2022 году. Давайте встретимся снова в следующем году. Спасибо. Это как хвост, но очень хороший. Вот только что я прочитала для вас это поздравительное письмо от имени нашего пасла. Но я, как советник по культуре, на этой сцене тоже хотела сказать несколько слов. Во-первых, я бы хотела попросить Димура Сталина. И я его знаю еще в 2017 году, когда он совместно с президентом Федерации ВИСИ, и все Российские Федерации ВИСИ, господин Горков, они вместе приходили ко мне. И меня очень подробно рассказала, как развивается ВИСИ в Россию. Мне сказали, что они все как активно работают, что сейчас эта федерация почти имеет влияние в каждом регионе России. Вот очень сердце-таки хотели меня уговорить, убедить, чтобы мы восстановили этот опыт. Постыла Китая по УИСИ, но первый опыт мы проходили еще в прошлом веке, в 1997 году, но потом по разным причинам это прорвался. И вот он хочет, чтобы мы снова восстановили, но ему удалось. Меня уговорили, меня убедили. И вот мы все соответственно работали, оба сенателем, партнером, как вот. И уже в 2018 году мы уже восстановили кубок Позна Китая по УИСИ. А сегодня наш турнир уже стал самым массовым калиброванием по УИСИ на российской территории. И, прежде чем, мы календарем из спорта России. И вот я очень рада, что еще больше и больше любители УИСИ, еще больше и больше участников нашего турнира. Во-вторых, я бы хотела попросить моих китайских коллег из серового центра фамилина, господина Ли Чжин и его команды. Вот они подвалили самые благоприятные условия для нашего успешного проведения турнира. И спасибо господину Ли Чжин и всем вашим коллегам. АПЛОДИСМЕНТЫ И, в ответ, я бы хотела поблагодарить всем участникам нашего турнира. Вот ВИСИ – это не только интегруальный вид спорта, но и очень тесно связано с китайской культурой, с китайской пирософией. Это стиль мышления наших китайских предков о мире, о Вселенной. И огромное вам спасибо за ваший интерес, за ваше уважение и за вашу любовь к китайской культуре, к китайскому народу, к Китаю. И вот я счастлива, что я работаю в России. Я счастлива, что я занимаюсь культурой. И я счастлива, что я работаю с моими российскими коллегами и друзьями. И я уверена, что в будущем наши турниры, кубок по знаку Китая повысить не временно, не только продолжается, но и развивается. И это будет стать нашей доброй традицией. Так? Абсолютно верно. И мы, госпожа Гун, даже если когда-то она вернется в Китай, будем приглашать из Китая на наш кубок. Так ведь, друзья? Так, давайте приложим наши обсе усилия, чтобы в будущем наш турнир стал еще массовым, еще более красочным, еще более интересным, еще более стажительным. И вот так. Давайте вместе работаем, на крыло нашего там свекрового будущего, и чтобы выйти стал мостом, который более тесно нас объединили, соединили два великого народа, китайского народа и российского народа. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, госпожа Гун. Спасибо большое. Ну, действительно, очень теплые слова, и госпожа Гун действительно к нам всегда очень с большой любовью и теплом относится. Я думаю, вы это все видели, видите и ощущаете на каждом нашем турнире. Ну, а мы тем временем, я даже, честно говоря, уже сбился к джемам, а мы тем временем переходим к приветственному слову господина Лиджена, генерального директора китайской международной инвестиционной компании Хуани, господин Лиджена. Здравствуйте. Все участники, и я тоже очень рад, что у нас, на самом деле, мы в Деловой Централе открыли в конце сентября и первые массовые масштабные мероприятия, а именно посла китайского посольства проводили на нас. Мы очень хорошо работаем с посольством, особенно в подрессе. Господа Лиджена, вам большое спасибо, что нам доверили и дали нам такой шанс проводить такое очень интересное, очень сочетательное мероприятие. А как я хотел выразить, в прокатарности Ассоциации ВИЧИ, именно в адресе господина Тимур, очень тесно работали не вместе, а вы следили нашим успехом. Ну, как вы видели, вы сейчас находитесь в Китайских деловой Центрах по памяти в Москве. Этот центр, наши компании непосредственно занимались уже почти 20 лет. В Китае какой срок, непонятно, почему так долго один такой проект строят. Но здесь, я бы сказал, этот проект, как свидетельство, именно свидетельство, как развивали отношения между Россией и Китаем. И, наконец-то, наши совместные отношения были достигнуты такой модели, что у нас в Москве родился такой проект. Как вы видели, этот проект не только у нас есть современные сооружения, и, в принципе, для этого сооружения еще мы построили Китайский государственный парк. Это очень красиво, наши проекты, и мы хотим тоже делать этот проект именно очень важный, очень какой-то поставки вместительности для москвистей и россиян. Я уверен, что с развития отношений между Китаем и Россией и непосредственно наши центры будут играть более важную роль для структурирования какого-экономических отношений между Россией и Китаем, и объем двух великих народов. Спасибо вам. Мы будем еще служить и помогать все, какие мероприятия, как у нас, намечательный, мулах, поста, и российский народ. Спасибо. Спасибо. Южин, Ну и слово мы передаем вице-президенту Российской Федерации ВОИЦЫ Владимировичу Граждану. Ни хао. Здравствуйте, друзья. Спасибо, что предоставили мне слово. Это несколько неожиданно. Поскольку я был направлен сюда Федерацией наблюдать, как правильно проходит процесс, все было хорошо. Мне понравилось. Это благодаря не только организаторам, но и во многом благодаря участникам. Ребята, спасибо вам, что вы приехали. Ура! Я должен заметить, так оказалось, что я, наверное, один из немногих, кто участвовал вообще во всех кубках посла, начиная с 1997 года. Казалось бы, я не участвовал в том турнире, который был в прошлом году в Москве, но мне тут подсказали, что я, оказывается, помогал по интернету что-то сделать. Значит, тоже участвовал. Я вспоминаю тот 1997 год, было всего 48 участников, была хорошая атмосфера, ресторан, в котором мы играли, как любит Тимур говорить, вкусно кормили. Потом количество участников увеличивалось, и вот оно достигло вообще практически максимального предела 200 человек основного турнира, это не считая турниров начинающих. Таких турниров у нас практически и не было. Я знаю только один турнир, который был больше по составу, это было в 2000 году, а все остальные турниры меньше. Я поздравляю вас в том, что федерацию было с достижением этого центра, 200 человек. Спасибо большое. И вообще, атмосфера вот этого помещения и вся остановка, как нас здесь принимали, как здесь все делается, мне очень понравилось. Мы не зря 20 лет строили это помещение. Спасибо вам. Ну и, конечно, от имени Российской Федерации Глоба, благодарность посольству. Не первый год работаем и, надеюсь, как вы и сказали, будем работать дальше. Спасибо большое. Всем привет. Все было здорово, ребята. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Ну, а теперь мы переходим непосредственно к награждению. И для начала мы хотим наградить участников, которые выиграли 4 партии из 5. Таких достаточно много. Я сейчас буду приглашать на сцену. Это Усаинов Аскар. Дальше приглашаем Щега Сергея. Андропов Артем, Винокуров Владислав, блогер, он транслирует Куклев Демид, Андропов Егор, Николаев Данил, Крепша Сергей, Новоселова Полина, Новоселов Константин Смирнова Алиса, Зоев Макар, Милюбов Иван, Новиков Кирилл, Каменка Анастасия Мударисова Леева, Винокурова Азария, Кругкин Евгений, Стародукцев Иван Маргуляш Виктор, Милюбов Николай, Владимир Ильих, Степанова Юргьяна И Михаил Асыга Смотрите, как много детей у нас среди тех, кто выиграл 4 победы Такие большие молодцы Можно в два ряда восстановиться, те, кто поменьше роста Проходите первый ряд, мы вас сейчас все вместе сфотографируем Ну что, мы раздаем дипломы willисуков how to st esque yes До новых лет, если MacBook Корректор , как Niyeва став mês не выгоден Нині рта Диана Пр Au conver Парк Дякую 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 Зах Дякую Свар Свар 色 Дякую Свар И мне подсказывают, что я ее назвал Чернову Анастасию. Чернову Анастасия! Ну что, давайте под бурные аплодисменты. Сфотографируем этот молодой состав. Призер, который одержали так много побед. Спасибо! Для веганок это комплимент, да? Спасибо, дорогие друзья. Возвращайтесь, пожалуйста, в зрительный зал. И всего лишь три человека у нас заняло, одержали все победы в турнире. И двое из них в основном в турнире. Это Морозова Ана и генералов Егор. Так, где же у нас генералов Егор? Хорошо. Спасибо большое, Анна. Спасибо большое. Ну и мы теперь переходим к следующей категории. Это категория детей. И чтобы для награждения участников, мы хотели бы пригласить Владимира Ильича. Владимир Ильич. Итак. У нас категория до девяти лет. Самые малыши. И среди девушек третье место заняла Игонина Вероника. Вероника, сколько тебе лет? Семь лет. Семь лет и уже третье место. Какая умница. Второе место заняла Адамова Валерия. Котик к нам идет. Так. И победителем в этой номинации стала Пономарева Маргарита. И победителю мы вручаем специальную надпись от господина Куна. Пожелание. С пожеланием побед. Маргарита не может удержать все эти призы. Да, это очень сложно. Владимир Ильич, ну подержите пока не можете. Я помогу. Так. Ну что, фотографируем. Фотографируем. Спасибо большое. Девчата, вы большие молодцы. Спасибо. Можете отправляться в зал. И категория до девяти лет среди мальчиков. У нас только лишь один человек, победитель. Я объясню, в связи с чем такая ситуация. Дело в том, что у нас в рамках турнира прошел еще отдельный турнир среди начинающих. И там было больше 50 детишек играло. Но этот турнир закончился вчера. Вчера мы наградили этих участников. И первое место в категории до девяти лет занял Науменков Иван. Иван. Поздравляем победителя. Спасибо. И мы переходим к следующей категории. Категория до двенадцати лет. И тут третье место занялась Чернова Анастасия. Анастасия второй раз. Она выходит на сцену. У нее четыре победы. Еще и третье место в категории. Молодец. Второе место заняла Тащерякова Екатерина. Анастасия из какого отборда? Анастасия Жуковского. И победила в нашей ламинации Пономарева Радмила из Ижевска. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, мы поздравляем девочек. Большие молодцы. Спасибо большое. Подвращайтесь в зал. И переходим к мальчикам. Третье место занял феотистов Григорий. Москва. Надо отметить, что буквально через несколько дней начнется первенство России в Челябинске. И ребята могли как раз хорошо подправироваться. Проверить свои силы. Второе место занял Григорий Винокуров Владислав. Москва. И победителем турнира стал Осиповский Александр. Москва. АПЛОДИСМЕНТЫ Александр Препор. Выходит в китайском костюме. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 О, это, кстати, вот смотрите. Китайский костюм на стиле одел. И сразу же победитель. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Второе место Алиса Смирнова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И победителем стала Валерия Квалевская. Поздравляем! Валерия у нас из Жуковского. Благодаря. Так, и вы будете в следующей манимации. Номинация «Среди юношей». Третье место занял Михаил Розанов. Михаил из Екатеринбурга, верно? Второе место занял Алексей Ягонин. Москва. АПЛОДИСМЕНТЫ И победителем стал Оскар Мусаинов, Казань. АПЛОДИСМЕНТЫ Наши сильнейшие юноши в том числе выигрывают медали на первенство Европы. И на самом деле обыгрывают взрослых на раз-два. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое, друзья. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ И спасибо, Владимир Юрьевич. АПЛОДИСМЕНТЫ Я бы хотел пригласить на сцену главного суверинга соревнований Михаила Юрьевича Кальмина, чтобы он наградил наших девушек. Итак, третье место в категории «Среди женщин» заняла Радмила Пономарева. И жест. Вот такая вот малышка. В любви третье место. АПЛОДИСМЕНТЫ Второе место. АПЛОДИСМЕНТЫ Айгуль Фазулзянова, Казань. АПЛОДИСМЕНТЫ Айгуль традиционно тройки сильнейших девушек на гнев к пастах. И победителем стала Наталья Ковалева-Сибяriedс. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо большое. Мы все ближе и ближе подходим к финалу. Итак, остались у нас буквально лишь три номинации. Это номинация основного турнира, первое, второе, третье место. Итак, третье место в массовом турнире, в большом турнире Кубка Пославида занял Степан Трубицин. Магадан? Магадан. Степан приехал из Магадана. Но родился и вырос как спортсмен в Санкт-Петербурге, мне подсказывают. Будет Степан славит оба города. Итак, второе место занял Оскар Мусаинов. И победителем стал Игорь Нюли, Казань. Оскар дом представляет Казань. Послава. Игорь Нюли. Игорь Нюли. Игорь Нюли. Игорь Нюли. Спасибо большое, друзья. А, и это еще не все. Секундочку. И это еще не все. И действительно это не все. Вам еще полагается специальный приз. И для того, чтобы вручить этот приз, мы приглашаем представителя компании Мао Чай. Это специальный чайный приз от компании Мао Чай. Друзья, пейте чай, играйте в бойцы. Останьтесь, пожалуйста. Давайте вместе совместно. Спасибо большое. Спасибо, друзья. И теперь мы переходим в категорию топ-16 самых сильнейших нашего турнира. И для награждения я хотел бы пригласить господина Риджена. Итак, восьмое место занял москвич Михаил Палан. Михаил не так удачно выступил на прошедшем кубке Москвы, но сделал выводы. И уже вот здесь восьмое место. Высокий результат, конечно же. Так, седьмое место. Андрей Кашаев. Москва. Андрей идет. И шестое место занимает Наталья Ковалева-Черябин. Пятое место в турнире занял Антон Черных-Жуковский. Отмечу, что Антон в прошлом году боролся за финал. Боролся за кубок. Занял второе место. Антон, мы ждем. На самом деле у Антона хороший счет. Самый лучший счет на кубке Пасла Китая с Ильей Шершиных. 2-0 в пользу Антона. Мы ждем интриги в следующем году. Просто мне повезло, да? Он в этот году с тобой не сыграл. Спасибо большое, друзья. Спасибо. И я бы и для награждения самых сильных. Мы приглашаем госпожу Гун-Тя-Тян. Дорогие друзья, как вы видите, в последнее время, в последние три года, мы не сделали намного больше акцент популяризации через онлайн-трансляцию. В прошлые два года, благодаря посольству, мы проводили онлайн-трансляцию финала. А в этом году мы решили, что этот опыт не нужно терять. И решили провести трансляцию финала в прямом эфире телеканала «Старт». И эту трансляцию вот здесь в том числе вел один из призеров нашего турнира. Это Вячеслав Каймин. И поэтому партии за третье место еще не было сыграно. Поэтому мы приглашаем Вячеслава Каймина и Мурмцева Александра, которые заняли третье и четвертое место. Мы пока не знаем, кто третий, а кто четвертое. Мы скоро этого узнаем. Проходите, друзья. Спасибо. Бонконь большой, вынес крисов, растет и растет. Кубки, а мы... А, а. Все нормально, друзья. Все нормально. Так. И второй победитель. Все. Оба, оба стоят здесь. Останьтесь, пожалуйста, на сцене. Останьтесь, пожалуйста, на сцене. И мы приглашаем финалистов нашего кубка. Второе место занял семикратный чемпион Европы, четырехкратный чемпион России, профессионал третьего Дана Александр Деништейн. И Александру специальный подарок от компании «Мао Чай». И победитель. Победителем Кубка стал восьмикратный чемпион Европы, девятикратный чемпион России, мастер четвертого профессионального Дана Ильяши Чжин. Казань. Сейчас посмотрим, как Илья справится со всеми призами. Илья, вот тебе. Дай поставить. А, да. Это второй приз, третий приз. И, конечно же, Куба. Господа Куба. Куба. И у нас есть еще один специальный приз. Господа, вот вы, наверное, обратили внимание, что одним из партнеров нашего турнира является World Class. И Илья годовой абонемент на занятия спортом в World Class. Поздравляем. Оставайся в форме. Спасибо большое, дорогие друзья. Спасибо большое всем участникам. Господа Куб. Спасибо. И на этом наша официальная часть завершена. И мы переможем. Турнир является закрытым. До новых встреч. А пока мы приходим к банкету. Владимир Ильич даст парочку объявлений. Уважаемые, уважаемые товарищи спортсмены. Напоминаю, через две недели в Санкт-Петербурге пройдет чемпионат России. Прошу вас, всех игроков уровня КМС, от рейтинга 2000 и выше, кто хочет поиграть в чемпионате России, зрители, зрители, прерваться на сайте Российской Федерации ГО. В том числе и те, кто уже прошел в финал чемпионов и призеров. Пожалуйста, не забывайте, это главное соревнование года. Мы вас всех ждем. Я, конечно, муки первая, но я был транслятор, я был конец датчиком финала, но я не первая, поэтому я поддавался. Дambа, дама, дама. Ахахаха Аааа Аааа Аааа